Как мы уже сообщили, икона Казанской Божьей Матери прибыла в Черкесск в рамках Всероссийского молебна о Победе. Образ встретили лидеры духовенства, представители власти и верующие из разных регионов СКФО. Подробности у Алибаташева. Главную святыню Всероссийского молебна о Победе, московский список чудотворного образа Казанской Божьей Матери, встретил архиепископ Пеофилат. Икона Русской Победы, перед которой молились Минин и Пожарский, и несколько поколений россиян, написана в 1580 году. Встреча образа напоминала пасхальное торжество, звон колоколов, множество верующих в храме и вокруг него, царящая вокруг атмосфера воодушевления и надежды на помощь свыше. Мы горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь. Чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и конечно, чтобы и наш дух был крепок. Святыня прибыла на два дня и две ночи по благословению патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о победе, которая охватит 60 городов России. Мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия на Украине, чтобы добить там этот фашизм и искоренить его до конца, чтобы его больше никогда не было. Иначе не можем. Сейчас по России идет крестный ход с этой иконой. И мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Сразу после внесения образа в Никольский собор Черкеска, духовенство во главе с архиереем совершили перед иконой праздничный молебен. По традиции первыми к святыне приложились священники, а затем и миряне. Просили Царицу Небесную о самом сокровенном, но общие просьбы были о победе и возвращении наших бойцов живыми и здоровыми, вере, надежде и любви. За время нахождения иконы в соборе духовенством были совершены молебен о даровании победы, крестный ход, а органами правопорядка организована усиленная охрана всех богослужений. Али Баташев, Ольга Савенко, Михаак Ракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова